Фрэнк Грубер Спросите меня еще Читает Геннадий Постригавел Оливер Квейт, откинувшись со стулом к радиатору центрального отопления и водрузив босые пятки на кровать, углубился в утреннюю газету. Чарли Бостон лежал в постели, укутавшись одеялом и смаковал потрясающие признания. Словом, в жизни человека-энциклопедии Оливера Квейта и его ближайшего друга и помощника это была обычная безмятежная передышка после завтрака. Но жизнь бесцеремонно вторглась на этот крохотный кусочек блаженной утопии. Жизнь в облике управляющего гостиницей «Орел», который настойчиво барабанил в хлипкую дверь номера. Квейт положил газету и вздохнул. «Чарльз, может быть, ты откроешь дверь и впустишь этого серого волка?» Чарли Бостон нехотя вылез из-под одеяла и сердито спросил. «Ты думаешь, что к нам пожаловал управляющий насчет платы за номер?» «Конечно, впусти его», пока он не выломал дверь. Это был действительно управляющий. В правой руке он держал разлинованный листок бумаги, на котором были нацарапаны грозные цифры. «Я по поводу платы за номер, мистер Квейт», — произнес он сурово. «Деньги нам нужны сегодня». «Квейт озадаченно посмотрел на управляющего. «Плата за номер. Деньги?» «Разумеется», — негодующе фыркнул управляющий. «На этой неделе я уже третий раз прихожу к вам за ними». Взгляд Квейта прояснился. Он сбросил ноги с кровати и опустил их на коврик одновременно с передними ножками стула. «Чарльз!» Раскаты его голоса потрясли комнату и заставили управляющего гостиницей вздрогнуть. «Ты что, забыл взять деньги из банка и оплатить этот несчастный счет?» Чарли понял намек. «Эй, черт возьми, какая досада! Вчера по дороге в банк я встретил нашего старого приятеля, Джона Белмонта из Нью-Йорка. И он утащил меня в бар Палмер Хаус поболтать за коктейлем. А когда я вырвался оттуда, банк уже был закрыт». Квейт с видом крайнего отчаяния всплеснул руками. «Ну вот, видите, мистер Крайтон, на него ни в чем нельзя положиться. Теперь я должен в такую скверную погоду сам идти в банк за деньгами». В глазах управляющего вспыхнул недобрый огонек. «Эээ, послушайте, ведь вы меня водите за нос», — начал было он, но Квейт стремительно перешел наступление. «Кстати, мистер Крайтон, у нас есть к вам претензии. В номере плохо топят. Кроме того, этот идиот из соседнего номера вчера до полуночи не давал нам спать своим радиоприемникам. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы он сегодня утихомирился. И сделайте что-нибудь с отоплением. Я терпеть не могу жить в холодных номерах». Управляющий устало вздохнул. «Ну, хорошо, я позабочусь об этом. Но насчет платы...» «Ну, разумеется», — прервал его Квейт. «Да, вот что. Ваша горничная оставила сегодня утром только два полотенца. Прошу вас проследить, чтобы нам прислали еще два, и немедленно». Управляющий ушел, хлопнув дверь. Оливер Квейт ухмыльнулся и снова взялся за газету. Но Чарли Бостон не дал ему погрузиться в чтение. «Ты здорово отделался от него, Олли», — сказал он. «Но это в последний раз, можешь мне поверить. Готов держать пари, что нас выставит отсюда еще до вечера». Он грустно покачал головой. «Подумать только, Оливер Квейт, величайшие мозги страны, сегодня вечером будет скитаться по улицам при пяти градусах выше нуля». «Вовсе нет, Чарли», — вздохнул Квейт. «Я как раз хотел сказать тебе, что сегодня у нас есть шанс подзаработать. Вот, почитай. «Птицеводческая выставка в Большом Чикаго». Глаза Бостона на миг загорелись и снова погасли. «Ты думаешь, мы там сможем заработать столько, что нам хватит заплатить за гостиницу?» Квейт натянул носки и обулся. «Там будет видно. В газете говорится, что продано двадцать тысяч входных билетов. Должно же среди такой уймы людей найтись хотя бы несколько желающих пополнить свои знания». «Ну, ты готов?» Чарли направился к платяному шкафу, взял два пальто и тяжелый чемодан. Без малого две мили отделяли гостиницу от выставки, но денег на такси не было, и приятели отправились пешком. Когда они подошли к выставочному залу, Квейт предупредил Бостона. «Теперь не зевай, Чарли. Действуя так, как будто мы участники выставки». Квейт открыл наружную дверь и бодро двинулся мимо окошечек билетной кассы к входу в зал. Человек в униформе, стоявший у двери, протянул руку за билетами. «Эллоу!» — приветливо воскликнул Квейт. «Как поживаете?» «Ничего, спасибо», — ответил билетер. «Ваши ребята уже прошли?» «Конечно!» «А мы задержались. Надо было тут кое-что прихватить». «Бррр! Холодно же сегодня!» «Ну, всего!» И с этими словами Квейт проскользнул мимо билетера. «Привет, приятель!» — буркнул Бостон, устремившись вслед за Квейтом. Высокий просторный зал был почти весь заставлен проволочными клетками, нагроможденными в два этажа. В каждой клетке сидело по одному пернатому экспонату. «Ух ты! Сколько жратвы!» — заметил Бостон. «Не произноси здесь этого слова. Птицеводы относятся к своим курам очень серьезно. Называй их прекрасными птицами, элегантными созданиями или еще как-нибудь в том же духе». «Черт бы побрал этих газетчиков!» «А что?» Квейт обвел рукой зал. «Да написано, что на выставку раскуплено двадцать тысяч билетов. А сколько ты здесь видишь людей?» Бостон огляделся. «Если наберется полсотни, значит, я кое-кого посчитал дважды. Двинемся обратно». «Куда?» «Держу пари, что управляющий сменил замок в двери, как только мы ушли из гостиницы». «Ну и как теперь быть?» «Я примусь за дело». Квейт пробрался по узкому проходу к дальнему концу выставки, отыскал местечко по недосмотру у строителей, оставшееся свободным, соорудил из куриных клеток трибуну и начал говорить. Человек-энциклопедия обладал поистине изумительным голосом. Те, кому доводилось его слышать, всегда поражались, откуда мог взяться у такого тощего человека голос потрясающей силы. «Я Оливер Квейт, человек-энциклопедия», гремел он. «Самый сведущий человек в стране. Я знаю ответы на все вопросы. Что было вначале, яйцо или курица, любую историческую дату с древнейших времен, численность населения всех городов Америки. Я знаю, как выводить мышей на птицефермах, как кормить кур, чтобы они лучше неслись. Все, все, что есть под солнцем, в любой области, в истории и в естественных науках, в сельском хозяйстве и в математике». Люди, рассеянные по залу, начали собираться к трибуне Квейта. «Пусть меня кто-нибудь спросит. Дайте мне доказать, что я человек-энциклопедия, знающий ответы на все вопросы. Проверьте меня в любой области, будь то история, естественные науки, математика, сельское хозяйство, да все, что угодно». Квейт ткнул своим костлявым указательным пальцем в сторону низенького пожилого фермера с грубыми чертами лица, одетого в порыжевший халат. «Вот вы, сэр, задайте мне вопрос». Фермер смутился. «Так ведь я... у меня никаких вопросов нет, впрочем, есть. Каков официальный рекорд яйценоскости у кур?» «Это сущий пустяк», улыбнулся Квейт. Он драматически простер руку. «Хороший вопрос, но ответить на него ничего не стоит. Наивысший рекорд равен 342 яйцам. Он был установлен в 1930 году в Афинах, штат Джорджия. На конкурсе несушек курицы и породы белый легорн. Правильно я говорю, мистер?» Человек с грубыми чертами лица неохотно кивнул. «Верно. Хотя я и не пойму, откуда вы это знаете. Об этом и из птицеводов-то мало кто помнит». «О, вы просто забыли. Я ведь сказал, что я самый сведущий человек в стране. Я знаю ответы на все вопросы по любой теме. Не стоит задавать простых вопросов. Испытайте меня на чем-нибудь потруднее». «Вот вы», — он ткнул пальцем в тощего сумрачного мужчину, «спросите меня о чем-нибудь». Мужчина задумался, закусив губу. Потом сказал, «Ну-ка скажите, у какого штата самая длинная береговая линия?» Квейт улыбнулся. «А, вот это вопрос, что надо. Но вы меня не проведете. Большинство бы назвало Флориду или Калифорнию. Но правильный ответ — Мичиган. И чтобы предупредить остальные каверзные вопросы по географии, скажу сразу, что Кентукки граничат с наибольшим количеством штатов, а самая северная точка Соединенных Штатов находится в штате Миннесота. Следующий вопрос. «Я хотела бы спросить», — раздался звонкий женский голос. Глаза Квейда загорелись. Он уже приметил эту девушку, единственную среди его слушателей. Блондинка была изумительно хороша. Квейд никак не ожидал, что на птицеводческих выставках можно встретить такую красотку. Ей было не более 21 года. Нарядная зеленая шляпка и зеленый жакет, хотя и недорогие, выглядели на ней очень эффектно. «Итак, что за вопрос?» — спросил Квейд, слегка наклонившись вперед. Девушка задорно подняла голову. «Я просто хотела узнать, почему некоторые судьи позволяют себе присуждать призы крашеным курам?» Толпа внезапно зашумела, и Квейд увидел, как человек в прыжевшем халате завертелся и свирепо посмотрел на девушку. «Ох-ох-ох!» — вздохнул Квейд. «Вы, кажется, задали щекотливый вопрос. Все равно я отвечу на него. Любой судья, который допускает, чтобы крашеный Рот-Айленд участвовал в конкурсе, либо невежественный дурак, либо мошенник». «Черт бы вас взял!» — заорал человек в халате, повернувшись к Оливеру. «Какое вы имеете право говорить мне такие вещи? Я вас отсюда вышвырну!» Он начал проталкиваться сквозь толпу в конторе выставки. «Раз ботинок пришел с панаге носить на здоровье!» бросил ему вдогонку Квейд и, обернувшись к девушке, спросил, «Кто это?» «Здешний судья. Его фамилия Стоун». «Хорошо. Продолжим наше состязание», обратился Квейд к толпе. «Следующий вопрос». Квейд ничего не потерял, смело ответив на вопрос девушке. Слушатели явно одобрили его и вопросы посыпались один за другим. «Кто был одиннадцатым президентом Соединенных Штатов? Что такое Великая Хартия Вольностей? Кто был чемпионом Олимпийских игр 1896 года в беге на 2200 метров? Как лечить шелушение ног у кур? Сколько миль от Земли до Сатурна? Квейд молниеносно отвечал на все вопросы. Потом он неожиданно умолк и после эффектной паузы сказал «С вопросами покончено. Теперь позвольте мне рассказать вам, как научиться самому отвечать на все те вопросы, которые здесь были заданы, и на 10 тысяч других». Он протянул руку, и Чарли Бостон кинул ему толстую книгу, извлеченную из чемодана. Квейд принялся алистать ее. Вот здесь содержатся все ответы. Это энциклопедия человеческих знаний, друзья мои, величайшая из всех книг такого сорта. 1200 страниц, набитых до отказа сведениями и фактами, которые должен знать каждый из вас. Знания всех веков, сгущенные, сокращенные, разложенные по полочкам, полный курс среднего образования в одном томе. 10 минут в день, и эта книга сделает вас самым ученым человеком среди всех знакомых и родственников. А теперь, друзья, я намерен удивить вас. Я скажу вам неслыханно смешную вещь. Речь идет о цене этой книги. Как по-вашему, сколько я прошу за нее? 25 долларов? Нет. И даже не 20, и не 15. По правде говоря, даже не 10, и не 5 долларов. Всего-навсего каких-то жалких, несчастных 2 доллара и 95 центов. Я предлагаю вам книги именно за эту цену. 2,95, и я к вашим услугам. Квейт спрыгнул со своей трибуны, чтобы перейти в решительное наступление на аудиторию, которая, по его мнению, вот-вот должна была устроить давку, стремясь побыстрее раскупить партию разрекламированного товара. Но Оливеру не суждено было продать ни одной книги. Чарли Бостон потянул его за рукав. «Смотри-ка, Оли!» шепнул он охрипшим голосом. «Он притащил сюда полицию!» Квейт пристал на цыпочки, взглянул поверх клеток с курами и даже застонал от злости. Во главе процессии полисменов шествовал коротышка в прыжалом халате. «Положи книги обратно, Чарли!» Квейт прислонился к клетке с курицей и, покорившись судьбе, стал ждать ареста. Но полисмены шли не за ним. Дойдя до центрального прохода, человек в халате повернул налево. Слушать ликвида тоже увидели полицейских. Двое или трое выбрались из толпы и устремились за ними. Они положили начало массовому бегству и через несколько секунд Чарли Бостон с Квейтом оказались одни. «Наверное, что-то стряслось», заметил Квейт. «Интересно, в чем там дело?» «Ну, судя по такой аравии полисменов, не иначе, как убийство», невозмутимо ответил Бостон. Едва только слово «убийство» сорвалось с губ Чарли, как тут же приятели услышали его в другом конце зала. «И в самом деле кого-то убили», вздохнул Квейт. «В таком случае нам здесь не место», изрек Бостон. «Давай-ка отсюда убираться». Он подхватил чемодан с книгами и двинулся. Но Квейт удержал его. «Нет смысла. У выхода стоит полисмен. Нам придется торчать здесь». «Ты черт бы побрал этих кур», взвыл Бостон. «В ту самую минуту, когда ты сказал о них в гостинице, у меня появилось недоброе предчувствие. Готов держать пари на ломанный грош, которого у меня нет, что мы здорово влипли». «Может быть, Чарли, но если я хоть сколько-нибудь знаю полицию, сейчас начнутся бесконечные допросы, и мне сдается, что нам легче будет выкарабкаться отсюда, если мы не будем держаться слишком далеко от места действия. Пойдем туда и посмотрим». Квейт пошел к противоположной стороне зала. Продолжая ворчать, Бостон нехотя двинулся за ним. Толпа сгрудилась перед большим отделанным красным деревом ящиком, гигантским инкубатором. Дверь установки была открыта. Несколько человек осматривали инкубатор изнутри. У Квейда перехватило дыхание, когда он увидел безжизненное тело, лежавшее на полу инкубатора у самой дверцы. Люди, осматривавшие установку, выбрались наружу. Густобровый человек в пальто из верблюжьей шерсти и гамбургской шляпе направился к девушке в зеленой шляпке. Около него бантамским петушком подпрыгивал коротышка в порыжелом халате. Его макушка едва доставала до подмышек спутника. «Насколько я в курсе дела, вы ссорились с ним вчера?» задал верзила вопрос девушки. «Из-за чего?» Девушка выпрямилась во весь свой небольшой рост. «У него куры были крашеные, а судья, тот, что рядом с вами, отказался снять их с участия в конкурсе. Вот из-за чего». Коротышка злобно зашипел, брызгая слюной. «Да это... это уже бесстыжие вранье!» верзила детектив, резко повернулся и взял его рукой похожий на окорок за грудь и с такой силой двинул об инкубатор, что коротышка застонал от боли. «Не будьте наглецом!» сказал он. «Никаких доказательств того, что эта девушка виновна нет, и пока их нет, она леди, а мы не называем леди бесстыжими вруньями!» Он обернулся к девушке и сказал с грубоватым добродушием. «Ну, а теперь, мисс, расскажите, как это было?» «А рассказывать-то нечего», заявила девушка. «Я поругалась с ним и судьей Стоуном. Только только со вчерашнего вечера я мистера Таппера больше не видела. Кроме этого, я ничего вам не могу сказать, потому что ничего больше не знаю». «С вчерашнего вечера, говорите». Детектив обвел взглядом собравшихся. «Кто-нибудь видел его сегодня?» «Да-да», вмешался приземистый мужчина лет сорока пяти. «Мы с ним толковали сегодня утром, перед тем, как выставка открылась для посетителей. нас тогда собралось человек десять». «Вы хозяин этого заведения?» «Не совсем так. Выставка организована нашей ассоциацией птицеводов. А я Лео Касмер, секретарь ассоциации и заведую выставкой, если вы это имели в виду». «Да, это я и имел в виду», отрезал детектив. «Вы руководитель. Стало быть, вы знаете участников выставки. Итак, кто был здесь утром вместе с этим таппером?» «Секретарь раздумчиво потер подбородок. Здесь был я, судья Стоун, Ральф Конвей, он разводит кур породы виандот, потом судья Уэл Хаймер и несколько здешних рабочих». «А мисс Мартин, она была здесь?» «Она пришла сюда до официального открытия выставки, но когда я в последний раз видел таппера, ее поблизости не было». «Кто здесь Уэл Хаймер и Конвей?» Из толпы вышел высокий седоволосый человек. «Моя фамилия Конвей». «А где судья?» Длинноногий мужчина с выпеченной нижней губой протиснулся сквозь толпу. «Я судья Уэл Хаймер». «Хорошо. Послушайте, куриные судьи и все остальные, я сержант Диккенсен из городского уголовного розыска. Здесь совершено убийство, и я занимаюсь его расследованием. Это значит, что вы должны мне подчиняться. Это понятно?» Квейт не сумел вовремя подавить смешок, и он донесся до чутких ушей сержанта. Детектив повернулся к Оливеру. «А вы кто такой?» «Я Оливер Квейт, человек энциклопедия», Бойко ответил Оливер. «Я знаю ответы на все вопросы». Сержант Диккенсен перекосился от злости. «Ты что, шутить надо мной вздумал? А ну-ка, подойди поближе, я хочу тебя получше разглядеть». Квейт не двинулся с места. «Там, понимаете, труп, а я как-то не люблю слишком близко подходить к мертвецам». Сержант шагнул было по направлению к Оливеру, но тут же взял себя в руки и попытался сделать вид, что его не задело такое явное неповиновение. Однако лицо его залило краской ярости. «Я еще займусь тобой, приятель». Он резко повернулся к секретарю. «Кто обнаружил труп?» Касмер показал на одутловатого парня лет тридцати. Тот вымоченно улыбнулся. «Я малость запоздал и, как только пришел, принялся приводить в порядок свое хозяйство. Потом я увидел, что кто-то воткнул этот длинный крюк в замок. Я не думал ничего такого и открыл дверь, а он лежит там на полу мертвый. «Вы работаете в фирме, которая делает эти инкубаторы?» спросил сержант. Парень утвердительно кивнул. «Я занимаюсь их продажей и обслуживаю выставку. Это лучший инкубатор, какой только можно сейчас найти. Им пользуются все самые известные специалисты по разведению породистых кур инкубатор инкубаторные станции?» «Имеете рекламировать свой товар?» пробурчал детектив. «Только я ведь не собираюсь покупать инкубатор. Вернемся лучше к вашему рассказу. Почему вы решили, что этот человек убит?» «А что еще могло произойти? Он был мертв, а дверь была заперта снаружи. Я знаю, но ведь он мог умереть, скажем, от разрыва сердца. В этой штуке воздуха достаточно, к тому же сверху есть вентиляционное отверстие». «И его убили», сказал Квейт. Сержант Диккенсон прямо-таки взвился. «А ты-то откуда знаешь?» «Достаточно поглядеть на труп. Любой скажет, что это убийство». «А вот как! Может быть, ты еще скажешь как он был убит? На теле нет никаких следов». «Следов насилия нет потому, что его убили совсем иначе. Он был отравлен ядовитым газом, каким-то цианистым соединением». Сержант заиграл с желваками. «Ну, давай дальше. А кто его убил?» Квейт покачал головой. «А вот это уже по вашей части. Я сказал вам достаточно для того, чтобы можно было начать расследование». «Вы были нам очень полезны», произнес сержант, «настолько, что я намерен арестовать вас». «Ух, научишься ли ты когда-нибудь держать язык за зубами?» простонал Чарли Бостон в ухо Квейда. Но Квейд лишь вызывающе улыбнулся. «Если вы это сделаете, я подам на вас суд за незаконный арест». «Я считаю, что у меня для ареста достаточно оснований», сказал детектив. «Человек, не имеющий никакого отношения к убийству, не может знать столько, сколько известно вам». «И глупы же вы, сержант», ответил Квейд, «ведь эти люди сказали вам, что прошло несколько часов с тех пор, как они в последний раз видели живого таппера. Он мертв по меньшей мере уже три часа, а я пришел в этот зал всего пятнадцать минут назад». «Он прав», вмешалась Энни Мартин. «Я видела, как он вошел, он и его приятель. Они прошли прямо в ту сторону и начали рекламировать свой товар». «Какой товар?» Коротенький куриный судья снова запрыгал вокруг детектива. «Этот чертов парень уличный торговец. Он жульнически заставляет задавать ему разные вопросы, отвечает на них и оскорбляет честных людей, хвалится, что он самый умный человек в мире, бродяга». «От бродяги слышу», отпарировал Квейт. «Прекратите», прикрикнул на них сержант, «ближе к делу». «Послушайте-ка», обратился он к Касмеру, «он что, действительно пришел сюда пятнадцать минут назад?» Касмер пожал плечами, «Спросите у билетера, он, наверное, знает». Билетер, пост которого был уже занят полицейским, хмуро посмотрел на Квейда. «Да, он пришел совсем недавно, у меня есть причина помнить его, он и его приятель прошли без билетов, подумать только, первый раз за восемь лет меня так одурачили, вот ловкач, да он, подробности мне не нужны», вздохнул сержант Диккенсом, «я могу себе представить, как он вас обошел». «Ну, мистер, вы его не убивали, тогда скажите мне, а откуда вы взяли, что он был удушен ци... ци... цианом? В его состав входит синильная кислота, так вот, тело было найдено внутри инкубатора, дверь была заперта снаружи, значит, кто-то запер его в инкубаторе, пока все правильно». «Продолжайте», задумчиво ответил сержант. «В инкубаторе лежит разбитая склянка, убийца кинул внутрь эту склянку с отравой, захлопнул дверь и запер ее, меньше, чем через минуту, человек, оставшийся внутри, погиб. Подождите-ка, склянка там есть, это верно, но с чего вы взяли, что в ней был циан? Никакого запаха там не слышно». «Не слышно, потому что убийца открыл вентиляционное отверстие и включил вентиляторы внутри инкубатора. Все это можно было сделать снаружи. Вентиляторы вытянули пары. Все очень просто». «Ну, не так-то уж и просто. До сих пор вы не сказали, откуда знаете, что это был циан?» «Так ведь у него все симптомы отравления цианом». «Посмотрите-ка на труп. Зрачки расширены, глаза открыты, на губах пена, лицо искажено, тело скрючено и окаменело. Значит, он бился в конвульсиях. Если эти признаки не указывают на циан, то тогда я не знаю, что это может быть еще». «Мистер», сказал детектив, «Как вы говорили, кто вы такой?» «Оливер Квейт, человек энциклопедия, я знаю все». «Хм, я начинаю в это верить». «Ну хорошо, а кто же все-таки его убил?» «Ну, это уж нечестно, я сказал вам, как убили человека, а искать, кто убил, это уж ваше дело». «Ладно, только скажите мне еще одну вещь, если этот ваш циан содержит синильную кислоту, значит, он смертельный яд, значит, так просто его купить нельзя». «Верно, если иметь в виду городских покупателей, но на основе циана делают разные инсектициды, я не думаю, чтобы в склянке был чистый циан, скорее всего, это была смесь, которой травят крыс на птицефермах, а ее может купить любой птицевод». «А вот идет помощник следователя», объявил Диккенсом. «Теперь мы проверим ваши слова, мистер Квейт». Судебный врач, доктор Богл, быстро, но внимательно обследовал убитого. Его заключение поразительно точно совпало с диагнозом, который поставил Квейт. «Синильная кислота или цианид. Смерть наступила в течение пяти минут, примерно три с половины часа назад». Квейт загадочно усмехнулся. Он повернулся и начал выбираться из толпы, окружавшей детектива. Чарли Бостон и Энн Мартин двинулись за ним. «Позвольте вам сказать, что вы просто блестяще во всем разобрались», восхищенно проговорила девушка. «Позволяю», ухмыльнулся Квейт, «я был, пожалуй, великолепен». «Да уж, он за словом в карман не полезет», проворчал Бостон. «Умен, ничего не скажешь. Одного только он не умеет делать». «Чего же?» Бостон хотел было ответить, но свирепый взгляд Квейта заставил его примолкнуть. Оливер кашлянул и перевел разговор в другое русло. «Смотрите-ка, буфет, а ведь сейчас самое время закусить. Как вы насчет сосисок и ранджа, да, Энн?» Девушка улыбнулась. «Не возражаю, я, пожалуй, проголодалась». Бостон придвинулся к Квейту. «Ты что, забыл?» зашептал он. «У тебя же денег нет». Квейт не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Три порции сосисок и оранжада». Через минуту они жевали сосиски. Допив свой оранжад и проглотив половину сэндвича, Квейт внезапно щелкнул пальцами. «Извините меня, я кое-что вспомнил». И, не обращая внимания на отчаянные протесты Чарли Бостона, он устремился к толпе, которая все еще окружала инкубатор. Аппетит у Бостона бесследно пропал. Чтобы растянуть время, он старался жевать как можно медленнее. Энн, быстро управившись со своим сэндвичем, улыбнулась ему. «Даже не заметила, как съела. Я, пожалуй, возьму еще. А вы?» Бостон чуть не подавился. «Нет, нет, я не голоден». Девушка заказала еще сосиски и оранжат и разделалась с ними, пока Бостон растягивал последние крохи своего сэндвича. Буфетчик многозначительно вытер прилавок по обе стороны от посетителей и наконец произнес «С вас восемьдесят центов, мистер». Бостон отправил в рот остаток сосиски и начал обследовать свои карманы. Девушка следила за ним с явным любопытством. Чарли изучал содержимое карманов уже по второму разу. «Странно», сказал он наконец, «Должно быть, я забыл бумажник в отеле. Квейт, разрешите я заплачу», сказала девушка, щелкнув застежкой кошелька. Лицо Чарли сделалось свекольно-красным. Был бы на его месте Квейт, уж он-то не растерялся бы. Однако расхлебывать кашу приходилось ему, Бостону. «А мистер Квейт все еще там», сказала Энн Мартин. «Пойдемте к нему». Бостон был рад удрать подальше от злосчастной стойки. Расследование тем временем продолжалось. Сержант Диккенсен на четвереньках ползал внутри инкубатора. У дверцы стоял полисмен, еще двое расхаживали снаружи. Квейт Квейт кто убил. Девушка от изумления открыла рот. «Кто же?» Квейт не ответил. Он рассматривал кусок проволоки, который держал в руках. Очевидно, это был пруд, вынутый из проволочной клетки для кур, но кто-то изогнул его в виде длинного вопросительного знака. Квейт похлопал проволокой по плечу Диккенсона. Сержант поднял глаза и буркнул. «Ну, что еще?» «Не это ли вы ищете?» спросил Квейт. «А что это?» «Да просто кусок проволоки. Я только что его подобрал». «Вы что, взялись разыгрывать меня?» Квейт пожал плечами. «Да нет же, я видел, что вы ползаете на четвереньках, и подумал, что вы ищете что-то. Может быть, эту самую проволоку?» Диккенсон зафыркал от злости. «Какого черта вам нужно? Если вы не хотите сказать, кто совершил убийство, оставьте меня в покое». «Окей», Квейт швырнул кусок проволоки за ящики. «Пойдемте», сказал он Бостону и Энн. «Посмотрим, индейки в том конце зала». Они втроем направились по проходу между клетками. Бостон нетерпеливо крутился около Квейда. «Кто убил Олли?» «Пока не могу сказать. У меня нет доказательств. Потерпи немного». Бостон шумно вздохнул. «Убий меня, бог, если ты не самый проклятущий парень из всех, кого мне доводилось знать». «Вы хотите сказать, что пока они намерены сообщать сержанту Диккенсену?» спросила Энн. Мартин. «Да, я хочу немного подождать. Может быть, он и сам наткнется. Не хотелось бы лишать его этого удовольствия. Сколько сейчас времени?» «Двенадцать тридцать», сообщила девушка, взглянув на свои часики. Квейд кивнул. «Чудесно. В первых же дневных выпусках газет будут опубликованы отчеты об убийстве, и сюда повалят толпы любителей острых ощущений. Значит, я смогу устроить небольшое представление и продать несколько книг». «Я хотела спросить у вас», обратилась к нему Энн. «Вы сегодня просто изумительно отвечали на вопросы. Никак не могу понять, как вам это удается». «Ну, придется на секундочку забыть о скромности. Мне это удается потому, что я действительно знаю ответы на все». «На все?» «Ну, конечно. Видите ли, я четыре раза прочитал всю энциклопедию от корки до корки». Эн взглянул на него с изумлением. «Всю энциклопедию?» «Двадцать четыре тома. Ну, давайте вернемся. Чарли, гляди в оба». Посмотрев вперед, Бостон ахнул. Полицейские, прибывшие с доктором Боглом, выносили тело убитого человека. Раздосадованный сержант Диккенсен собирал свою команду и явно намеревался покинуть выставку. «Уж не уходите ли вы, капитан Диккенсен?» спросил Квейт. «Какой смысл мне тут болтаться?» огрызнулся сержант. «Тут у каждого есть заранее заготовленное алиби». Квейт досадливо мотнул головой. «Я сказал вам, как было совершено убийство». «Сказал?» «Ну, да. Только тут было большую дюжину разных типов, и любой из них мог проделать все это незаметно для всех остальных». «Нет, вы ошибаетесь. Это мог сделать только один человек». Квейт не спеша шагнул к клетке для кур, взялся за железный пруд и внезапным движением вырвал его. Потом он подошел к инкубатору. «Посмотрите на этот вентиляционный люк», сказал он. «Заметьте, что я свободно достаю до него, впрочем, так же, как и вы, лейтенант. У нас рост примерно одинаковый, пять футов десять дюймов, но человек ростом в пять футов два дюйма не достанет до него, даже если приподнимется на цыпочках. Понятно?» «Продолжайте», сказал сержант Диккенсен. Квейт изогнул пруток в длинный вопросительный знак. «Пододвинуть сюда ящик или стул и взобраться на него значит привлечь к себе внимание», продолжал он. «Поэтому убийца, чтобы открыть люк вентилятора, воспользовался куском проволоки, примерно так». Квейт подцепил крючком крышку люка и без труда открыл его. «Да, а мне это-то как раз и было нужно», сказал сержант. «А ведь вы чуть не силой навязывали мне эту проволоку». «Хм... Итак, судья Стоун, вы арестованы». «Он врет», заорал петушиный судья. «Он же сам только что выдрал эту проволоку из клетки». «Это верно», сказал Квейт. «Но вы видели, как я поднял тот ваш кусок проволоки. И когда я его выбросил, после того, как попытался заинтересовать им сержанта, вы подобрали его и спрятали». «Вы этого не видели?» «Нет, не видел. Я намеренно ушел, чтобы дать вам возможность отделаться от проволоки». «Но я подстроил вам ловушку. Пока проволока была у меня, я вымазал ее чернилами. Посмотрите-ка на свои руки, Стоун». Судья Стоун повернул ладони вверх. Пальцы правой руки были испачканы черными чернилами. И спустив вопль ужаса, он кинулся прочь. Остановил судью никто иной, как Энн. Она подставила ему ногу. Коротышка споткнулся и грохнулся головой о цементный пол. Прежде чем он успел встать, сержант Диккенсон защелкнул на его руках наручники. После этого Стоун стих. «Да, я убил его, этого проклятого паршивого вымогателя. Я много лет подсуживал его куром, а теперь из-за него меня выгнали с работы». «А чем вы занимались?» спросил Диккенсон. «Я был управляющим окружной конторы Сибли компани. Она производит корма для птицы», ответил Стоун. «А почему же вас уволили?» спросил Квейт. «Не потому ли, что вы обвешивали его, когда продавали корм?» «Ну и что из того, что я недовешивал ему двадцать-тридцать процентов? Я делал для него гораздо больше. Я отдавал его паршивым куром призы, которых они никогда бы не получили». «За год из этих двадцати-тридцати процентов набиралось кругленькая сумма», сказал Квейт. «Ведь таппер выращивал ежегодно более восьми тысяч цыплят». «Все ясно», сказал сержант Диккенсен. «Ну, мистер Квейт, вы превзошли все мои ожидания». «Я только сказал вам, кто убийца, а если бы не мисс Мартин, он бы удрал». Квейт отошел от сержанта. «Энн», сказал он, «мы с Чарли вконец обанкротились, но сегодня днем зал будут осаждать толпы любопытных, и я собираюсь извлечь из них порядочную сумму денег». «Эти сосиски не очень наполнили наши желудки, и я хочу спросить вас, не поддержите ли вы нас на предмет ленча?» В глазах Энн Мартин заплясали огоньки. «Послушайте, мистер Квейт, даже если бы вы попросили меня отдать все до последнего цента, я бы сразу это сделала, ведь при желании вы бы все равно их заполучили. Вы величайший в мире комивояжер, вы даже ухитрились уговорить Стоуна признаться в убийстве». Квейт улыбнулся. «Что вы имеете в виду?» Она показала на руки Квейта. «Ведь вы тоже держали тот проволочный крючок, как же получилось, что ваши руки остались чистыми?» Квейт хмыкнул. «А вы сообразительная девушка, даже сержант этого не заметил». «Ну, ладно, покаюсь. Я увидел, что руки судьи Стоуна вымазаны в чернилах, еще тогда, когда отвечал на вопросы. У него, наверное, течет авторучка». «Так, значит, вы совсем не пачкали тот пруд?» «Нет, но я знал, что он убийца, и он знал это. Только он не знал, что у него руки выпачканы, поэтому девушка глубоко вздохнула. «Оливер Квейт, ленч за мной». «Ну, за мной ужин и кино вечером», улыбнулся человек энциклопедия. «Оливер»